Как максимально просто начать писать на языке PHP? В этом уроке я отвечу на этот вопрос, а также подробно расскажу обо всех нюансах, которые вам следует знать, для того чтобы не совершить каких-то простых банальных ошибок, когда вы только приступаете к изучению языка PHP. Друзья, спасибо за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, подписки на мой канал. Также переходите в Telegram, и там вы можете узнавать все раньше остальных. В закрепленном сообщении вы можете узнать всю подробную информацию. Обязательно ознакомьтесь. Ну а я же желаю вам приятного просмотра, и давайте приступим. Если вы только начинаете изучать язык PHP, то у вас наверняка возникает вопрос, как же запускать эти файлы? PHP должен писаться в файле с расширением .php, в файле .html этот код работать в любом случае не будет. Поэтому мы можем создать файл с таким расширением, и уже внутри него писать как .html, так и .php код. Наоборот же ничего не получится. Это первое важное правило. Второе это то, что язык PHP интерпретируемый, и он не может запускаться просто как .html в браузере. Для этого должен быть сервер, который будет обрабатывать этот код. Таким сервером может быть хостинг, который вы покупаете, или же локальный сервер, который запускается на вашем компьютере. И на момент работы над сайтом у вас все работает, запускается. Вы можете писать код на языке PHP и использовать многое другое, что поддерживает локальный сервер. Но все это будет видно только вам, и будет доступно на вашем компьютере. Для того, чтобы ваш сайт уже был в интернете, вам все равно придется приобретать доменное имя для сайта, и хостинг, на котором он будет размещаться и запускаться. Но в момент разработки нам достаточно и локального сервера, не нужно покупать домен и хостинг. Мы можем использовать один из вариантов. Например, я уже рассказывал про локальный сервер OpenServer, который доступен на Windows. Он очень прост, бесплатен, и у меня есть подробные гайды по тому, как им пользоваться. Сейчас же мы рассмотрим локальный сервер MAMP. Он доступен на Windows, а также на Mac. Перейдем на официальный сайт MAMP.info, и здесь мы можем скачать нужную нам версию для Windows или же для Mac. У MAMP нет возможности загрузить отдельно обычную версию и Pro. Она скачивается сразу же все вместе, и при необходимости вы можете купить версию Pro уже из этой программы. Дожидаемся загрузки. На данный момент этот файл весит 742 мегабайта, версия 5.04, но в дальнейшем может и весить больше, после того, как программа, например, обновится. Теперь я запускаю установщик, это обычный .exe файл на Windows, и здесь нужно установить MAMP. Я нажимаю установить. Далее дожидаемся. Здесь, как вы видите, можно отметить MAMP Pro галочку, я снимаю. И также для Apple я убираю эту галочку, так как я использую сейчас на операционной системе Windows. Нажимаю Next, далее принимаем условия, продолжаем, выбираем путь, у меня это будет диск C и каталог MAMP. Создаю иконку на рабочем столе также, нажимаю далее и дожидаясь, пока установится локальный сервер MAMP. Как вы видите, установка предельно проста, и никаких дополнительных настроек не требуется. Дожидаемся завершения загрузки и нажимаем Finish. Теперь на рабочем столе у меня есть этот значок, вы можете поместить его в любое удобное для вас место, в панель пуск, или же если вы пользуетесь Mac в док, внизу. И теперь мы просто запускаем, разрешаем доступ, и видим вот такое вот окно. У нас уже по умолчанию сейчас запустен Apache сервер и MySQL сервер. Если мы нажмем кнопку Stop Server, то у нас сервер остановится. Перейдем в меню и посмотрим, что же здесь у нас имеется, какие есть дополнительные параметры и настройки. Их очень мало и в принципе здесь только самое необходимое. Перейдем в настройки и здесь видим галочка, отмечена Start Servers, то есть сервер у нас будет сразу же стартовать при запуске MAMP. Эту галочку я рекомендую поставить, чтобы каждый раз вручную нажать Start Server. В принципе на данные вкладки все. Следующая вкладка порты. Здесь указываются порты по умолчанию, но если у вас возникают конфликты какими-то другими программами, которые работают с сетью, то здесь можно порты поменять. PHP. Здесь указывается версия. Стоит самая последняя, которая поддерживается, стабильная. Во вкладке сервер указывается тип сервера Apache или Nginx и также здесь указывается каталог HDDocs в каталоге MAMP, где мы его установили на диске C, где будет как раз таки находиться все наши файлы и они будут запускаться через браузер. Чуть позже мы посмотрим, как именно это будет происходить. Теперь нажмем на кнопку Open Web Start Page. Здесь мы видим какие-то дополнительные настройки MAMP Pro, MAMP Cloud и здесь есть например MySQL, phpMyAdmin вы можете перейти по этой ссылке. Таким образом вы можете работать с базами данных, уже все доступно, у вас запускается phpMyAdmin. Здесь указаны параметры host, port, пользователь и пароль. Также по ссылке на php мы можем посмотреть версию php и дополнительные какие-то сведения. В принципе на этой странице больше нас ничего не интересует. Здесь также есть дополнительные какие-то сведения, новости и возможность приобретения платной версии, но все это вы можете рассмотреть самостоятельно при необходимости. Теперь перейдем на диск C в каталог MAMP, куда мы установили его и здесь у нас имеется каталог htdocs. В этом каталоге есть какой-то индекс php по умолчанию и как раз таки здесь находится наш сайт. Как вы видите этот путь прописан, здесь вы можете его узнать. Тут необходимо будет помещать свои файлы php, их можно будет перемещать в каталоге и таким образом работать на этом языке. Если мы просто возьмем любой php файл даже из этого каталога и перенесем его в браузер или нажмем открыть с помощью браузера, то мы видим просто код. Он не запускается и у нас даже несмотря на то, что сервер сейчас запущен, так все это работать не будет. Мы должны сделать следующим образом. Мы можем создать здесь каталог, например, в котором будет наш проект. Я называю его просто сайт, вы же можете указать любое имя. Рекомендую указывать латинскими символами и без каких-либо дополнительных спецсимволов. Можно использовать нижнее подчеркивание, например, но лучше использовать одно какое-то слово латинскими буквами. Здесь создаем текстовый файл с расширением php. Если у вас расширения скрыты, их можно показать через проводник. Как вы видите, мы их показываем и здесь можно при переименовывании изменить расширение на php с стандартного txt, когда мы создаем текстовый файл. Теперь я открываю в обычном блокноте данный файл. Сейчас абсолютно не важно, где вы это сделаете. У вас это может быть phpStorm, редактор Visual Studio Code или же любой другой. И здесь пишем простейший php код. Если вы сейчас не понимаете пока что, что здесь происходит, то ничего страшного, главное научиться запускать php код. А уже в курсе по языку php я подробно рассказываю как раз таки об этом языке. Вы видите, что все еще ничего у нас не работает, мы просто переносим его и таким образом у нас ничего не получается. Для того, чтобы все у нас начало работать, мы должны сделать следующее. Для начала перезапустим сервер, нажмем stop, сервер и запустим его заново, нажимаем кнопку start. Когда у нас Apache сервер и MySQL загорается зеленым, у нас уже сервера запущены. Но все еще таким образом ничего не работает. В браузере нам нужно указать правильный адрес. Мы указываем localhost. Далее через двоеточие порт, который мы видели в настройках. В моем случае там был порт 80. Далее ставим слэш и указываем название каталога, который мы создали в htdocs. После этого нажимаем выполнить и у нас открывается наш код. И как вы видите, сейчас уже здесь мы видим не просто код, а именно его выполнение. То, что мы написали на языке PHP, у нас с помощью эхо вывелось на экран. Здесь мы можем также выводить что-то другое, например, посчитать 5 плюс 9. После этого сохраняем обязательно файл, не забывайте это сделать. И если мы обновим браузер, мы видим, что PHP у нас снова выполнился. Появился результат 14 на той же строке. Но сейчас же самое главное, что мы смогли запустить PHP код с помощью сервера MAMP. Сделали это максимально просто, очень легко установили, скачали бесплатно данный сервер, запустили, создали свой первый проект. В нем единственный файл index.php с одной строкой кода и смогли его запустить в браузере. Теперь же вы можете писать любой другой код на PHP и запускать его таким образом. В каталоге htdocs можно создавать любое количество других каталогов, в которых будут ваши файлы. И запускать их в браузере, так как я вам уже показал. Просто необходимо ввести правильный, корректный путь. То есть указываем localhost и через слэш можно даже сразу же указать название каталога. Или же полный синтаксис, это указать через двоеточие порт слэш название вашего каталога. Подробный курс по изучению языка PHP доступен в отдельном плейлисте. Поэтому обязательно переходите и изучайте данный язык, чтобы писать на нем программы и создавать интерактивные веб-сайты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно переходите к следующему уроку, как только он появится. Также не забывайте про мои социальные сети. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова